МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». Ее открывает рубрика «Епархиальные вести». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 17 октября в неделю с 17 по Пятидесятнице высокопреосвященнейший Арсений, митрополит Липецкий и Задонский, посетил Покровский храм города Липецка, где совершил божественную литургию в сослужении духовенства епархии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день верующие вспоминали священно-мученика Иерофея, епископа Афинского. О подвижнике первого столетия сохранилось мало сведений. Известно, что он был обращен к истинной вере апостолом Павлом и им же поставлен епископом города Афин. Власти Римской империи стали притеснять последователей Христа практически сразу после его вознесения. Поэтому свой век священно-мученик Иерофей окончил мученическим подвигом, отказавшись принять земные блага взамен жертвенной любви Спасителя. Бог есть любовь, говорит нам в Священной Писании. И преподобный Исаак Сирин говорит о том, что все действия Божия по отношению к роду человеческому, начиная от сотворения Адама до наших дней, все эти действия, они побудимы именно этой любовью Божией, жертвой на любовью Божией. И по этой любви Бог сам стал человеком, разделил нашу жизнь, трагедию нашей жизни. По этой любви Он зашел на крест и принес Собя в жертву за наши грехи. Эта любовь не какая-то сентиментальная, любовь издалека. Господь не просто Он говорит, что Я Вас люблю, а эту любовь, если мы верим Евангелие, Он доказал нам надею. По этой любви Он сам стал человеком и умер за нас на кресте. По завершении богослужения, Высокопреосвященнейший Владыка Арсений обратился к верующим садическим наставлениям. Если у Вас есть желание, если есть у Вас горение, если свет Ваших учей и улыбка Ваших уст свидетельствует о добре, о любви, о Вашей теплоте к человеку, постарайтесь ему сказать это слово доброе, посмотреть этим добрым, теплым взглядом, одарить его улыбкой, скажите что-то то, что ему поможет в трудную минуту жизненную. И тогда действительно мы будем крестовыми не только чадами, но и учениками друг друга тягото на себя носить и исполнять закон Христов. Пример священного мученика Иерафея и подобных ему праведников показывает верующим, что Господь всегда готов поддержать и укрепить каждого, кто пожелает проявить твердость веры и не оставит упования на Божью милость даже в самых трудных обстоятельствах жизни. Герой репортажа рубрики «Благовестники» Липецкий краевед, председатель Липецкого областного краеведческого общества, почетный гражданин города Липецка Александр Юрьевич Клоков. Александр Юрьевич Клоков Александр Юрьевич Клоков, пожалуй, самый известный из наших современников, краевед Липецкой области. Его перу принадлежат более ста трудов по исследованию интересных объектов региона, карт и атласов, статьи в журналах. Им были написаны сценарии для серии краеведческих фильмов, составлены несколько музейных композиций, разработаны экскурсионные маршруты. Значительную часть своей жизни Александр Юрьевич посвятил археологии, который увлекся еще в юные годы. Первые находки – это, пожалуй, лет 15. И тогда я работал в селе, в бывшем селе Дикое. Там очень интересные находки были, ну, правда, 17 века всего лишь на все. Все началось именно с библиотеки, когда бабушка меня привела в библиотеку, в детскую, и мне в руки попали книги по археологии. Отсюда все и началось. И уже в 68-м году мне удалось сделать, ну, это уже было второе открытие, но очень значимое. Вот удалось открыть стоянку эпохи Неолита, Липецкое озеро. Итог многолетних раскопок – это совместный труд с профессором Арсеном Террановичем Синюком. Книга вышла в 2000 году, которая называется «Древнее поселение Липецкое озеро». Уникальные находки. Мало того, что там десятки наконечников стрел, копий, скребки, проколки, изготовленные из камня, там сохранилась еще и кость. В условиях залегания, там особенности, все это залегало в торфе, сохранились костяные орудия, гарпуны, остроги, даже крючки рыболовные костяные. И эта книга, она пошла не только по стране, но и даже в Европу. В 1987 году Клоков создал Липецкий клуб добровольных реставраторов «Русь», члены которого старались своими силами возродить разрушающиеся памятники архитектуры Липецкой области. Именно они расчищали завалы и переводили в порядок храмы в Вешаловке, Шипове, Большом Хомуце, Ельце, Чеплыгине и многих других населенных пунктах. Душа болела, хотелось все это сохранить для потомков, хотелось что-то сделать. И поэтому мы собрались, здесь все начиналось со школьного кружка, и к этому кружку потом присоединились взрослые, и первые наши субботники были на Древнеуспенской церкви в Липецке. Началось все опять-таки с Древнеуспенской церкви, которую мне позднее пришлось реставрировать и провести в надлежащее состояние. Тогда еще она была не востребована. Управление культуры собиралось там сделать пирожковый или зал хоровых автоматов. Удалось отбить, отбить и не дать совершиться этому кощунству, отбить и сделать там музей. Мы провели первый субботник на восстановлении Никольской церкви организованной. Мы старались защитить ее и не дать обстроить со всех сторон, чтобы церковь оказалась в колодце. Мы работали на субботниках и по восстановлению Христо-Рождественского собора. И самое главное, это уже не Клуб Русь, а Липецко-областное краеведческое общество, которое возникло на базе Клуба Русь. Собственно, Клуб Русь был инициатором объединения всех краеведов с разными интересами, не только тех, кто занимается реставрацией, но и тех, кто изучает нашу историю, изучает прошлое, тех, кто интересуется не только историей православной церкви, но и историей вообще. Мы объединили этих людей. В 1989 году было создано Липецко-областное краеведческое общество. И вот Липецко-областное краеведческое общество добилось передачи Христо-Рождественского собора Русской православной церкви. Под Лисками, под Лисками, есть Девногорский монастырь, пещерный храм, тогда заброшенный. Мы начали, лепчане, расчищать первыми, убирать оттуда мусор, камни, грязь всю вычищать. Ну а потом мы переместились и очень долго работали в Белогорском воскресенском монастыре. Мы работали на расчистке Владимирского храма села Баловнево. Там жуткая ситуация была. Вообще там куча мусора были высотой больше метра. Там ободранные собаки валялись, дохлые кошки. Страшно, что было. И кощунство – это вообще полное отсутствие культуры. Верующий, ты не верующий. Нельзя таких вещей делать, что там творилось. И мы вот выезжали туда, выезжали на выходные с палатками, работали. Занятие вот этой вот реставрацией, занятие краеведением требует много сил и времени. И я отчасти чувствую какую-то вину перед семьёй, что не смог уделить время столько, сколько бы надо было. Но они всегда меня понимали, мои близкие. И более того, они даже выезжали со мною, работали. И моя супруга, супруга, будучи беременной, она присутствовала с нами на работах в Большом Хмутце. В 2005 году Александр Клоков и начальник государственной дирекции культурного наследия Липецкой области Андрей Найдёнов выпустили первый том серии «Храмы Липецкой области», посвященный существующим ныне и навсегда утерянным храмам, находившимся на современной территории Липецка. Кроме сведений об архитектурных объектах, святых и подвижниках, прославивших местность, книга богата иллюстративным материалом, картами и фотографиями. Интересный еще снимок – это момент освящения Успенского престола в монастыре по Русской пустыне бывшем. Переплеты окна интересные, вот такие вот обыкновенные, но луча три. Обратите внимание, вот как так могло получиться, это фантастика. Изначально планировалось подготовить справочные издания о храмах области, но собралось так много важного материала, что сейчас в серии вышло уже 10 томов. Когда печать издания финансировала администрация области, авторский коллектив выпускал по книге в год. Вот эта работа, она требует большого количества времени. Почему? Потому что все эти книги – это не художественные произведения. И каждая строка, каждая строка – это информация из архивов. И там все это надо найти, надо обработать, надо обобщить, надо сверить. И порой даже дореволюционные издания берешь, там написано, что храм построен, допустим, в 1861 году. Приезжаешь, а он выполнен в стиле барокко, то есть это екатериническая эпоха. А как так получалось? Получалось то, что когда храм становился маловато для населенного пункта, перестраивали трапезу, расширяли. Заново храм освещали, и по дате освещения, значит, дается вот эта информация в какие-то издания. Поэтому приезжаешь сейчас в село, заброшенный храм, крапива, лезешь по крапиве, смотришь перевязочные швы, меряешь кирпич. Ну, это не случайно, кирпич мы меряем. Почему? Потому что стандарт кирпича менялся каждые 15-20 лет. И зная стандарты, можно определить возраст постройки. То есть, когда выполнен, допустим, предел храма, в какое время, или когда храм построен, если дата неизвестна. И порой случаи такие курьезные бывают. Приезжаешь в какое-то село, церковь заброшенная стоит, встречаешь какую-нибудь бабушку дремучую такую. Бабушка, ну, как храм-то называется? Ну, сам уже знаешь. Естественно, просто интересно, помнят ли люди. Она переадресует, ой, надо к кому-нибудь постарше обратиться. Старшего уж нигде и не найдешь. То есть, люди уже сейчас живут в селах, которые выросли в то время, когда храмы были закрыты уже, когда велась атеистическая пропаганда активно. И понятно, что они многое не помнят. Но, правда, традиция все равно, она жива. У той же бабушки спрашиваешь, а какой праздник у вас? Козырной-то? Козырной, то есть, престольный. Она называет, допустим, Никола, ну и храм, значит, Никольский. В 2020 году, благодаря президентскому гранту на развитие гражданского общества, Александром Клоковым совместно с Андреем и Еленой Найденовыми был издан учебник по краеведению, содержащий информацию о Липецкой земле с древности до настоящего времени, адаптированную для учащихся шестых-восьмых классов. Дело в том, что мы много говорим о любви к родине и патриотизму. Как может ребенок любить родину, если он ее не видел и не знает о ней ничего? И наши дети, к сожалению, с родителями чаще в Турции бывают, чем на поле Куликовом, чем в городе воинскослава Ельце. И мы поэтому ставим задачу, что обязательно нужно в школах вести краеведение. И хотя наши органы народного образования еще, правда, много лет назад сказали, что нам учебник краеведения не нужен, мы все-таки довели вот это дело до конца, и за счет фонда президентских грантов мы выпустили учебник, который пошел во все школы области. Александр Клоков занимался краеведением, когда говорить о патриотизме было не принято. Он начинал восстановление храмов в еще советское время с его непримиримым отношением к православной вере. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», – писал Ломоносов. Сохранение исторической памяти важно для формирования ценностных ориентиров и национального самосознания человека. И хорошо, что есть люди, делающие большие шаги в этом направлении. В рубрике «Тебе поем» смотрите концертный номер «Я люблю тебя, Россия» в исполнении хора Валаамского монастыря. Руководитель и дирижер Александр Бордак. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь. Нерастраченная сила, нерастраченная грусть. Ты разводом являет ревно. Нет ни в чем тебе концерта. Ты веками непоганна. Чужий, сенны мудреца. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.